так сергей александр здравствуйте свинин здравствуйте вас здравствуйте софродов александр вам нужно вести вот так таких случаях не каждый способен заходить вот так по каждому случаю так хотя они вкусные сергей сегодня получил посыпку сальцами ух ты интересно это какой-то ужас представляете они отрезали сальцами что можно ни единой почки не оставили сканерфейки отступил оставили 30 сантиметров потом по себе не остался отрезали все боковец вот они у продавали как это как как колонна половина а сергей давайте разбираться до конца я перестал жалеть почему я дружил со степаном генеральный директор вот я пытался завести как кухтарский или как турский вот и кажется андрей я помог когда-то сделать карьеру стал заводил поворачивали саленцев в этого этого но он не мой ученик понимаете меня поразило другое я видел что мужик у него глаза блестят в нас но если бы он прошел мою школу я там был я видел как они врачи мне нельзя мне неудобно было рассказывать это все правду про них потому что еще раз говорю я бы так подставил то время моя популярность зашкаливаем это не сейчас а 10 лет назад я боялся подставить может быть это непорядочно наоборот надо рассказать всю правду сейчас вот она правда уже от сергея пожалуйста пришлите подоград так читаем дальше что у них там происходит мне попасть еще сказали что после того как отдел отошел основной военной основной военной и стал заниматься дождь стал твориться такое реально получилось палка с коленой и это не за что ругает по двое там хоть почки оставляет это не то за что ну антон пишет сергей у вас если но сделать коды пришла сюда как александр но сюда то он уже не успеет пришли прислайте мне а я покажу до горько 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 крупнейший питомник россии когда-то две тысячи черенков я выслал им по просьбе этого степану две тысячи черенков что-то могло быть там может быть тысячи причем играть их вот она рода в море так можно было все я я тоже видова я вино отбор всех я отказался перейдеть туда вот на зарплату на высокую вот на квартиру вот на коттедж под отделку отказался еще да куда уже 60 просто вспоминать так виктор драться просить прошлом году был сенец абрикоса пустовидной формы ваших костей да так часто бывает было три ветки на сеянцы то что потолще привел фаидой он привился а другие были тонкие непригодные за этот год они подросли что мне делать следующем году привать то есть получается боковые тоже привить если да то чем только фаина или можно при другой сон и повлияет ли на здоровье дерево или ставить как есть пусть растет не привитая спасибо итак три варианта первый взять поины отрезать ветку зимой и привить ей же боковые смысл нет почему я 8 если при условии чтобы поедать центральный проводник растет нормально развивается 2 приметь на другими сорта это будет дерево вроде посад но она будет очень плохо развиваться поверьте мне тогда получается еще двое первое просто их отрезать оставить целиком под это западницу пока как называется прививка на кольцо подлая смертельный прием не делать никогда пусть они угнетаются оставляем вот такие пенечки и все опять беда какая вы понимаете в каком-то климате да где вы там живете то господи не вижу каком-то климате они не замерзнут а вот как у меня в сибири вот тут отрежешь вот это до самого штамба раз мертва опасно можно подрезав или отрезать целиком отрезав целиком или даже подрезав вот эти боковые ветки можно загубить саженцы не дай боже еще вариант оставить их почему потому что чесенец из вашей кости значит у вас получится так допустим фаэна пошел допустим она погибла через год-два отторжение все бывает у вас подвойный саженец окажется прекрасным незамерзающим неубиваемым плодосящим деревом благодаря вот этим веткам будет развиваться фаэна пусть часть веток дает скромные плоды вы помните я показывал на фотографии культурное дерево культурные плоды чуть меньше получились а маньчжурцы в два раза крупнее чем а я обещал то есть произошло частично я не научно слова усередение хотя нет это невозможно кого-то его этого железа но тем не менее у меня такие случаи будет и так не трожьте дерево вот я 4 я бы трогать не стал так влад нижний новгород а я хотел показать забыл позе филиппио все что осталось ограничил десятью косточками когда он закончится то больше таких шансов в этом году не будет так и и наконец рыжий рыжий конопатый купил дедушку лопаты это уже это все что его удалось спасти от друзей от знакомых от гостей ну тоже знаете личность популярны все что удалось спасти и вот они поступили ко мне на продажу чем я горжусь история его очень просто до интересную ко мне попал откуда-то с европы на берке было написано крупноплодный нет там было интересно слово сверх крупноплодный 37 46 10 ну понятно мы то можем этого самого любовь в этом можем не знать и любой дорогой что он свистнут из хрустного сада свистнут не мною такие номера и столько ночи в шагах значит он был мягко говоря приватизирован может кем-то тем же ученым потому что кушать хочется я получил за деньги естественно числе других человеку от кого не помню привил получил но то что для ученых сверх крупноплодный 40 до сверху плоды для меня середичок а для них сверх крупноплодный росло себе дерево никому не мешало черенок отрезал отдал черенобаеву черенобаеву выросил что как всегда вот такие сапожник плоды стали ярко такие за этика сочный такой свет но нет у меня фотографии ну когда бы я все успевал вот и главное необыкновенно сладкий с тех пор до сих пор семья молятся его семья вот я к нему приезжаю приехал я ему вот знаете слева розовая это моё имею право продавать подумаешь на абрикос привил подумаешь испортил черепки мои имею право заметьте чужим не торгую это наши черенобаев рыжий черенок тоже не получился еще слаще клон подозрали в рыжий значит поступил продажу а деньги выпаде вот такие дела браться все рассказал и пропозже я рассказал это все уникальная вещь это все запасы извините вот такой вот ребята ну а я отвлекся так и продолжаю так смотрите вообще я ответил на вопрос виктора из четырех вариантов последний не трогать влад ниженого торговать не могу привлечь кольщика персих асанский если у кого-то есть лишних кости хасанского железо чернобаева или потомку куплю десяток и вот его электронный адрес вот значит я у него пытаюсь это самое хоть загонить ворожай видели это немного там на сотню штук это все что есть у него я никого не обещаю тем более чужие косточки метку с хасанским мои все равно история прослеживается что это все военную раневая валерий константинович подскажите когда закладываются в треках орехи мужчины на сколько месяц или лучше естественно косы значит у меня опыта такого нет я впервые выращу причем не растил сам вырос этот вкус хороший вот значит у меня получилось двумя годами рач первый рожай видимо был еще вода брать потому что я на него небольшой внимание мимо него не подходил и вдруг смотрю сергей копается я вытечу делаешь а как то получилось между покосами он успел заметить что вылезли самиц и прямо самосевом и чтоб 20 пересадил продал не продал не знаю я и тут же и забыл вот пересадил питомник то есть вы зашли сами самосевом ну плюс мое детство вот мы тогда были не самые сытые дети выходили в лес и уже весной и вы находили куст авозе куста манжей победе размером с карандаш вы их выдергивали и оказывается там фактически еще ядышко еще целый мы съедали все что я запомнил самосевом в этот курс который показывает прекрасно пошел их никто не садил но взрослых штук 20 или 30 это весь мой опыт сфиксировать не умею не знаю и выращивать саренцы не хочу вот ну не царское это дело представьте себе абрикосы и кодух то же самое что вернуться к производству этих самых чуть попроще так это вы показывали мои фото с абрикосом антурсом это покупатель моего сеанса кошка нашла весной и уже осенью пришлось продавать так как размеры сеанса были большие в разговоре с вами по телефону вы сказали продавать чтобы не сильно калечить корни ну спасибо нашлась хозяйка фотографии спасибо марина а я сейчас скажу всем ребята среди нас так мало людей которые нет ни прохиндей нет ни мошенники помните это зачем купил зато продал а перекупщики а именно люди которые вот как она видели прекрасную фотографию однолетнего даже меньше в одолеть его саженца вот помните в колене вечера и черт так и я не знаю почему нападала но такие сами должны сейчас учитывая нищету в россии много чего но уж по 500 вы должны идти уже многие должны продолжать сами торговать то так же как у тебя просит про эти про косточки персиков уже есть уже десятки людей вырастили персики из своих этих саженцев своих червяков свои кости вот человек обратился к будет за так дальше идем марина была так лобасов добрый вечер и смоленскую спасибо и вам тоже добрый вечер грушу память я посмотрели а как право грушу сидят и будет учить и соседям так я сейчас не скажу я сейчас не скажу черный славе делается у меня конце концов было выберем а она был настолько не вечно искалеченна осенне яковлево 30 летней давности ветеран уже на пенсии был вот у меня есть замена одна молодая серия я к ней не подходил все лето жива-здорова то есть как-то подходил и вот я даже по-моему даже не плодоносил ничего сейчас сказать не могу но осенне яковлево так же как память яковлево это с первой пятерки если сюда добавить гигант подмосковья если сюда добавить лесную красавицу если добавить люднево это первая пятерка самых сладких груш которые я родом с украины пробовал жизнь не знаю у нас в выборге раздут манджурские орехи но они немного отличаются плодами от вас тоже внутри видео откуда еще знаю какие у них отличия понятия не знаю потому что вы знаете я настолько далек орех серый орех черный орех потом начата фамилия еще есть тоже орех вот в общем я в них не разбираюсь соседом на двоих купили один в русске выросла огромное дерево вот падает каждый год до 10 орехов они свои разбиваете едят иди войдет нечего молотковый хотя там мякоти ты чуть-чуть наедаются потому что набираете из камешков а тоже падает ко мне я вам продаю больше ничего сказать не могу так